Держи угол 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 Но не на Схид-Захиду, а на белую сторону и черную, на добро и зло, на справедливость и беззаконие. И сегодня все люди доброй воли на белой стороне, на стороне справедливости, права, ценности. И поэтому мы сегодня будем. И я хотела бы сейчас вернуться к всех людей в Украине. Не мовчите, не терпите, не принимайте это так, как оно мусить быть. Если мы будем мовчазно это переносить и делать вигляд, что все идет так, как нужно, мы, на жаль, не сможем побудовать Украину, такую, которую умрели украинцы. Надо продолжать борьбу, потому что наша справа не завершена. И я хочу поблагодарить Михаилу Саакашвиле, президенту Грузии, за то, что он в этой борьбе был и остается разом с украинским народом, с украинской нацией. И я верю, что все будет хорошо. Как бы тяжко сегодня все не выглядало, я верю в Украину так же, как и все, кто сейчас в Украине и все, кто сейчас с нами в Украине, в усьом свете. Украина будет сильной европейской державой, но нам нужно нашу справу доверить. Спасибо. 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 Виктор Шумах и Мустафа Найемки. Доброго дня. Виктор Шумах, новый депутат Украины. Доброго дня. Доброго дня. Виктор Шумах, новый депутат Украины. Доброго дня. Я хотел бы вам всем сказать, что на мою думку, справа Саакашвиле – это не про Саакашвиле. Это справа про то, чьи есть в Украине право и закон, чьи есть беспределы, договорники, чьи есть царь и хлопок. Понимаете? Не может быть так, чтобы одна людина хотела – запрошивала в Украину, хотела – милого, хотела – давала гражданство, хотела – забирала гражданство, а потом забороняла на абсолютно нормальных правовых конституционных вставах, забороняла будь-якому гражданину Украины прибыти на свою землю и ставить на свои люди. Поэтому именно здесь сейчас все украинские политики, которые борются за то, чтобы украина была нормальной европейской правовой, сильной государственной, приехали суди, чтобы поддержать право и закон в Украине. И сделать так, чтобы все украинские службы провели все необходимые процедуры для того, чтобы Михаил Саакашвиле остановился на украинской территории. Я хочу сделать это для общественной прессы. Как вы знаете, когда президент Мистер Янукович, Юлия Тимошенко был встал. И некоторые наши оппозиционные лидеры тоже были встал. И единственное причем, почему они были всталены, это потому что они были оппонентами силы. Это же ситуация мы сейчас. Это не про Михаил Саакашвили, это не про человека, это про принципы. Это про принципы, как государство использует и оборудование право, законодательства и законодательства против своих оппонентов. Так что сейчас мы здесь, много людей из разных сторон, разных зрителей, чтобы защищать принципы, что право в нашей стране не может быть использована президентом или другим. Это какой-то другой мистер Фоктор. Мы не хотели сделать это в стране, когда мы остались на Майдане. Мы хотели сделать это в стране, в которой противники, политические противники, у них есть право сказать, что они хотят. У них право защищать их право, чтобы быть гражданами в Украине. И политические правы, которые они имеют. Поэтому, пожалуйста, я хочу инсистить, что наш государство сейчас будет пытаться показать вам, что это большой политический clash. Это не политический. Это про общественную общественность. Это про люди из Украины, которые хотят жить в стране, в которой права права есть больше, чем просто желание одного человека. Спасибо. 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 Я хотела бы, друзья, так сказать, что мы сегодня, сейчас, пока будем двигаться, есть время. И это наша первая задача для влады и президента Порошенко. Хай поделиться телеканали. Забрати тетушек за этот час. Выложить у них всю оружие, которая была раздана, пока что холодная. Третий. Забрати все муляжи вибухивки, которые сейчас, под выглядом вибухивок, подвозятся. И все другие незаконные козилки здесь и сейчас. Потому что мирные собрания людей. Все, кто собрался, мы там выступаем. Обязательно. Выступаем родной украинской мовой. И выступаем вместе, как общий штаб действий. Михаил Секашвили и всех, кто перед собой видит. До вас вернение, до вас же и вимога. Безпека людей – это ваша ответственность сейчас. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я бы хотел наголосить на то, что всем понятно, что сейчас изменяются незаконные дела. Это за априори. И тут собрались представители разных политических сил. Для одной и одной метки. Мы хотим законность, верховерство права и справедливости. И поэтому сейчас мы как закликали, так и закликаем. Я думаю, что никаких силовых вариантов не может быть допущено априори. Поэтому сейчас мы седаем на потях, потому что главная мета – это законный способ ставить гражданином Украины Михаила Секашвили до себя на батькищину. Присутствие депутатов Верховной Ради – это контролировать то, чтобы правоохранители украинские дотримались закону и памятали про то, что их попередники на тех же посадках буквально три года назад не дотримались закону и чем это для них особо завершилось. Они должны память о том, что 5 статтях нашей Украинской Конституции говорит, что единым джерелом влади в Украине является народ. А народ сегодня за то, чтобы Михаил Секашири повернулся до себя в батькищину, как и мы. Всем привет! Меня зовут Фирсов Егор. Больше полгода я был народным депутатом от Блока Петра Порошенко, но мне поспали мандат. Еще я хочу сказать, почему я здесь. Я здесь для того, чтобы защитить Конституцию и для того, чтобы дать возможность приехать в Украину Михаилу Секашвили и продолжать заниматься политической деятельностью. Мы все выходили на Майдан для того, чтобы Конституция працювала. И сейчас она должна работать. Тут моя, насправді, громадянская позиция. Я знаю, что вообще сюда, в Польшу, чтобы провести Михаила Секашвили в Украину, приехали люди взагалі из разных регионов. Есть люди из Донецкой области, из Киева, из Городской области. Наше главное завдание, чтобы Михаил Секашвили все-таки проехал в Украину и были обеспечены базовые принципы демократии, чтобы опозиция, а вы знаете, что Михаил Секашвили сейчас находится в опозиции, опозиция мала право вести демократичным чином свою деятельность. Как же сказали коллеги, мы едем на поезды, на потязи. Почему? Потому что, чтобы избежать провокаций, которые на кордоне. Вы, напевно, вчера все видели в видео, как привезли тетушек. Это те люди, которые должны взрывать и обеспечить бей на кордоне. Поэтому мы решили поехать таким демократичным, спокойным шляхом на потязи. И Юрий Деревянко, Рук Новых Сил. Шановные журналісти, шановные присутники, мы здесь для того, чтобы противодействовать диктатуре, для того, чтобы противодействовать политическим репрессиям, для того, чтобы защитить права, конституционные права каждого. И Юрий Деревянко, Рук Новых Сил. Шановные журналісти, шановные журналісти, шановные присутники, мы здесь для того, чтобы противодействовать диктатуру, для того, чтобы противодействовать политическим репрессиям, для того, чтобы защитить права, конституционные права каждого. Разом з нами у поезд четвертий вагон. Це той вагон, де ви, шановні журналісти, можете бути разом з нами в цьому поезді. Всі ті журналісти, які надали свої списки, які будуть тут, на них уже попередньо зарезервовані квитки, зараз будуть придбані. Ми дуже вас просимо, хто хоче взяти з нами участь в процедурі перетину кордону, в супроводженні пана Михайла Сохашвілі і всіх народних депутатів, які тут є, і громадян України, які також будуть їхати з нами, будь ласка, зараз підходьте до четвертого вагону, четвертий парон, і ми організовано зараз вирушаємо. Потяг в 13.07. Потяг відправляється в 13.07. Тому просимо зараз негайно йти тут, прошу вас не брати коментарів, тому що ми не встигнемо. Всі коментарі будуть в поїзді, у нас буде дуже багато часу, ви зможете взяти коментарів у будь кого, і ті журналісти, які виявиться, наприклад, чи немає квитка, будь ласка, ми зараз встигнемо це все швидко купити і квитки придбати. Дякуємо за увагу, зустрічаємось біля поїздів. Дякую. Ось це був брифінг. Міхайло Саакашвілі і всі його, хто його тут зустрічає, перед виїздом. Такий, цей резервний план, який обговорювався, що він буде їхати на Інтерсіті. Виправдався, він такий буде їхати на Інтерсіті. В 13.07 за польським часом, я так розумію, це 14.07 за українським часом, якщо я не помиляюсь, якщо я правильно перевів в голові. Поїзд вирушає, я так розумію, поїзд Перемишель-Львів чи Перемишель-Київ. У мене квиток куплений трошки раніше. Привіт, Таніш. На поїзді. У мене квиток є. І я квиток, верніше, не якобтова, а продюсер Саша Москва купила мені кілька годин тому квиток, коли ми зрозуміли, що можливий такий варіант, як екстрений. Квиток в мене є. Польська карточка з інтернетом є. Сподіваюсь, в дорозі буде працювати інтернет, і я зможу стрімити прямо з поїзда. І я так розумію, що на станції Мостиська технічна зайдуть українські прикордонники, Денис Казанський, наприклад, зайдуть українські прикордонники і може початись якийсь двіж. От я хожу за Михайлом, а він в інші бік іде. Я в один бік, а він в інші. Так, фракція Газовщиков. 13.07. Зараз не бачу, на жаль, що в мене запахів. А, ще пів години. А що, ти не їдеш на паралізі? Я в Германію. А, ну хорошо, їжджай. Весь цей пул журналістський, депутатський заходить зараз на вокзал. Ось, бачите, тут розгорні поляки, розгорнули ПТС. Все по-взрослому. Зараз я перевірю, чи не залишу я в мікроавтобусі, в якому їхав свій паспорт. Не залишу. І можна рухатись. Можна рухатись в бік перону четвертого. Для того, щоб сісти. Бо я, дорожі, на цьому інтеросіті не їздив ще. Я, взагалі, після введення безвізу ще не їздив за кордон. Можна було б сказати, що цим я випробовую безвіз на собі. Але це не так, тому що безвіз я не випробовую. Бо в мене старий паспорт, просто в ньому є віза. О, Сергій Щербина. Четвертий перон. Четвертий? Четвертий. Привіт. Привіт. Не знаю, чи цей бік залізь бачив таку кількість журналістів. Субтитры делал DimaTorzok Не знаю, чи там буде ловити інтернет. Трансляція може впасти. Якщо що, то я її поновлю вже на виході з переходу. Дякую за перегляд!